В этом видео бесплатный модуль для Joomla. Чат WhatsApp, мессенджер WhatsApp, позволяет разместить вот такую кнопку на сайте, что позволяет увеличить конверсию вашего сайта. Все знают, что WhatsApp это бесплатный мессенджер, где человек может быстро и удобно связаться, написав сообщение или даже позвонить. И вот есть такой интересный модуль, который я нашел. В этом видео посмотрим его настройки. И модуль удобно показывает вот такую вот кнопку, которая всегда зафиксирована. При прокрутке сайта кнопку можно разместить внизу, слева, справа. И, соответственно, написать или позвонить, например, администратору сайта. Как это сделать? Подробности в этом видео. Меня зовут Федор Васильев. И поехали! Для тех, кто не знает, если вам нужен сайт, и вы сомневаетесь, или у вас нет времени, вы всегда сможете заказать сайт у меня, позвонив мне бесплатно. Номер сейчас мой видите на экране. Бесплатно позвонить через вайбер или ватсап. Давайте обсудим ваш проект, создадим вам потрясающий сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Как мне написал один из читателей, что надо показывать в начале урока, где скачать данный модуль, чтобы сразу по уроку следовать за мной. Ну, я так и поступлю. Вот сейчас вы видите адрес сайта разработчика данного модуля. Ссылки. Все ссылки будут у меня в статье на моем сайте. И, соответственно, в описании под этим видео будет ссылка на мой сайт. Сейчас вы видите прямую ссылку, как выглядит адрес разработчика, где вы бесплатно сможете скачать данный модуль ватсап. Здесь придется вам зарегистрироваться. На сайте разработчика вроде как интернет-магазин. Здесь надо будет товар положить в корзину, но это все будет бесплатно абсолютно. Я его скачал абсолютно бесплатно, протестировал и готов рассказать об этом модуле вам. Как выглядит модуль на сайте, примерно вот вы уже видите. И теперь я перехожу в админку сайта. Перехожу в расширение модуля. У меня, естественно, он уже установлен. Вот его название, вы это видите. Так он и называется, ватсап чат. Давайте зайдем в настройки и посмотрим. Так как я использую сейчас шаблон протостар, нам нужно сначала определиться с позицией, где отображать данный модуль. Я выбрал позицию дебаг. Такая позиция есть в данном шаблоне. Заголовок, вот этот заголовок, мне не нужно отображать, я его здесь скрыл. Состояние опубликовано. Показываю на всех страницах. А теперь к настройкам. Первая настройка позволяет отобразить вот эту кнопку, где вам нужно. Button right это снизу справа, button left снизу слева, top right это сверху справа и top left сверху слева. То есть вы уже сами поиграетесь, посмотрите, где вам лучше расположить чат. Вот сейчас он у меня наверху расположен. Я считаю, здесь самое лучшее место для данного модуля. Соответственно цвет, background color, то есть заливка цвета, можете выбрать абсолютно любой цвет. И button text color это уже текст на кнопке. Естественно, если кнопка заливка у вас темного цвета, то текст нужно делать светлого, чтобы он хорошо читался. Именно тот текст, вот сейчас вы видите, отвечу на вопросы. Этот текст вы можете задать произвольно абсолютно свой. Также можно здесь, вы видите, иконку WhatsApp я указал. То есть вот здесь вы пишете тот текст на кнопке, отвечу на вопросы. Дальше button icon, то есть это иконка на кнопке. Есть несколько вариантов, можете поиграться, посмотреть какой лучше. Я выбрал style 5. Здесь настройки мы закончили, дальше переходим по pubs settings. Вот здесь самая важная опция насчет телефона. Здесь нужно правильно указать номер. То есть если у вас начинается номер на восьмерку, то есть это плюс 7, то так и пишите свой сотовый номер. Здесь вы можете задать исходное сообщение. Я написал привет. Далее вот есть такая опция. Если у нас вот этот вариант, то ниже вы можете задать имя, фамилия человека, кто у вас в чате отвечает на вопросы. То есть вот здесь вот вы видите, моя аватарка, имя и фамилия. То есть если вы вот здесь выбираете html-контент, то у вас появляется дополнительное поле, где вы можете задать какой-то текст. Что при этом произойдет? Я обновлю страницу. Вот здесь вы видите текст. Прячется фотография и какой-то текст. Вы можете набрать. Если вам такой вариант больше нравится, используйте. Я буду использовать обычный вариант. При вот этом варианте вы можете загрузить вот здесь ниже лицо, аватарку отвечающего человека. Я загрузил свою фотографию. Обычная загрузка через менеджер файлов от Joomla загружается с компьютера фотография. Все просто. И дальше сообщение. Любое сообщение. Здесь можно ссылки, телефон, все указать, который у вас вот здесь будет отображаться. Здравствуйте, у вас возникли вопросы. Можете любой текст здесь придумать. Единственное, что не хватает, на мой взгляд, чтобы данный модуль был идеальным, чтобы была возможность задавать автоматическое всплывание вот этого окна, как, например, в живо сайте сделано, то есть через 15 секунд вот так вот всплывает окно, то есть человек читает сайт, смотрит через 15 секунд, вот так оно автоматически должно всплыть. Но при этом, конечно, модуль этот уже был бы, скорее всего, платным. И, конечно, какой-то звук, чтобы был легкий ненавязчивый звук при включении автоматического окна, потому что это прибавляет конверсию. Больше возникает заявок через данное окно. Конечно, это было бы просто замечательно. Но, к сожалению, такой опции нет. Даже если была платная версия данного модуля WhatsApp с этой функцией, я бы, наверное, даже этот модуль приобрел. Теперь я хочу наглядно показать, как это работает. Сейчас я покажу видео с моего смартфона. Итак, я сейчас зашел со своего смартфона, чтобы наглядно вам показать, как это все работает. То есть вот при прокрутке страницы, вы видите, кнопка зафиксирована, все видно. И попробую сейчас написать самому себе. Нажимаю на кнопку, вот так это выглядит. Давайте что-нибудь напишем. Напишу «Привет» и нажму на зеленую стрелочку «Отправить». Вы видите, у меня подгрузился мессенджер. Слово «Привет». И я могу просто написать. Или вы видите, вот здесь вот трубочка. Могу сразу начать звонить данному абоненту. То есть все очень удобно, никаких промежуточных здесь шагов неудобных нет. Вы видели в несколько кликов, просто меня перекинуло в мессенджер, где я уже просто могу сразу написать или позвонить данному человеку. Я считаю, это очень удобно. И это еще не все, что я хочу рассказать в этом видео. В этом видео еще вас ждет небольшой полезный бонус для тех, кто имеет какой-то другой шаблон. Иначе меня просто завалит вопросами, что на моем шаблоне, на моем сайте кнопка не включается. То есть не открывается или еще какие-то проблемы. И я сразу расскажу решение. И наглядно покажу реально проблему. То есть обычный шаблон Protostar все работает, но если я, например, перейду сейчас в свои шаблоны и активирую, сделаю по умолчанию тему шаблона от UTEM, перейду на сайт, обновлюсь, кнопку вижу, вроде бы все нормально. Но при клике на кнопку, обратите внимание, вы видите, ничего не происходит. Меня сразу наталкивает на мысль, что это какая-то несовместимость, проблема, скорее всего, jQuery библиотеки. Если я сейчас посмотрю исходный код, перейду в консоль, сразу могу наблюдать jQuery конфликт. То есть с данной темой, возможно, и с вашей темой, возможно, будут какие-то проблемы, типа как у меня. И есть очень быстрое решение данной проблемы. Потребуется установка специального бесплатного плагина. Или же, если у вас в настройках темы, возможно, есть отключение jQuery, посмотрите, может быть, не придется ставить дополнительный плагин. Я поставлю и покажу вам. Перехожу в плагины. У меня он пока выключен. Где скачать данный плагин, не буду особо распылять. И так понятно, можете в репозитории посмотреть. Это известный плагин системный DJ jQuery Monster от DJ Monsters. Есть такая контора, которая производит шаблоны, плагины и так далее. Посмотрите в интернете, скачайте такой плагин. Я покажу лишь его настройки. Смотрите, я его включаю. Ничего даже не настраиваю. Единственное, я включаю «включить jQuery» и «включить jQuery UI». Вот так. То есть просто посмотрите, как у меня выглядит. Все, ничего толком я не настраивал. Все, смотрите, сохраняю. Данный плагин устраняет конфликт jQuery. Я покажу вам наглядно. Смотрите, вы помните, вот они ошибки. Если я сейчас обновлюсь, в консоли чисто, ничего нет. Но самое главное, нам нужно, чтобы кнопка работала на нашем шаблоне. Я нажимаю, вы сами видите, все работает. То есть всплывание окна происходит, конфликт решен. Я надеюсь, вам эта информация была полезна. Используйте данный модуль с умом. На этом я с вами прощаюсь и увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok